В Улан-Удэ домашняя собака напала на хозяйку. ЧП произошло в ДНТ Шамбала. В 80-летней женщине сильно повреждена левая кисть. Собака была привита, чипирована и вакцинирована от бешенства. Тем временем в Улан-Удэ продолжаются стычки зоозащитников с группами отлова. Вот видео одной из таких далеко не теплых встреч. Собаки у нас все живые. А где они находятся-то? Мы гуманно их отлавливаем. Ну хорошо, гуманно. А потом... Вот это только потому, наверное, что сегодня с вами милиция ездит в полицию. Ну давайте звоните там. А вот студенты сельхозакадемии и аграрного колледжа помогают ветеринарам регистрировать и вакцинировать домашних животных. Рейды по частному сектору проводятся каждый день. С конца декабря проверено почти 9 тысяч домов и выдано более 2 тысяч требований о регистрации собак. Напомню, с 8 февраля за ее отсутствие хозяевам животного грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Столько же придется заплатить за нарушение правил выгула. Но это еще ничего. За некоторые ошибки люди расплачиваются жизнью. На Байкале ушел под лед очередной автомобиль с людьми. Трагедия произошла у мыса Урбукан. Двух человек удалось спасти, один погиб. Все, оба редуктора, Трагедия. Жестоким улан-дэнским маршрутчиком займутся следователи. Накануне он увез 12-летнего мальчика на конечную остановку и заставил его чистить салон после того, как ребенка стошнило в автобусе. В итоге мальчику пришлось полтора часа пешком добираться домой в мороз. Горе-педагог уже уволен и теперь ему грозит уголовка. 12 февраля с наступлением Сагалгана начнет вещание круглосуточный телеканал на бурятском языке Бурят ТВ. В эфире можно будет увидеть музыкальные клипы, фильмы, спектакли и шоу на бурятском языке. Для ТВ это тем более приятно, что главным редактором канала стала наша ведущая и автор программы Байерма Роднаева. Желаем ей и всему новому коллективу успехов и благодарных зрителей.